Мы в Пулково и мы летим в Вену. В общем, мы сейчас находимся в Пулково и летим в Вену. Мы сейчас находимся в Пулково, откуда полетим в Вену. В Вене нам нужно пробыть сутки и мы решили, что мы возьмем машину и поедем в Братиславу. Потом мы из Вены перелетаем в Париж и из Парижа мы летим в Мексико. Наконец-то мы в Мексике. То есть это будет примерно через сутки или минуту. Полутора суток. Вот, поэтому сейчас мы только что прошли контроль. Все нормально. Проспортный контроль прошли. И летим в Европу. С Евро по 72. В этом путешествии нас будет трое. Яна, Михаил и наш верный хороший друг Маршал. Мы не хотели брать с собой Маршала, но он настоял. Мы хотели брать с собой Маршала. Маршала мы очень любим. Он наш спутник и надеемся, что с ним в поездке будет весело и не будет проблем. Да, Маршал? Приехали мы в Вену. Хотели взять машину, чтобы поехать в Братиславу. Я говорила, что надо заранее бронировать машину. А мне сказали, что нет, разберемся на месте. В итоге мы пришли и машин не оказалось. Нет, почему машины оказались? Ну, куда-то 70 евро. Да. И поэтому сейчас мы приняли волевое решение пойти купить билеты на метро, чтобы доехать до Вены. Что значит волевое решение? Я мечтал посетить Вена. Вена – это лучший город в мире. Вам нужно купить билеты. Ой, электричка загородная стоит дешевле, примерно в два раза, чем электричка, которая путь поездом за хостом. Мы спустились в метро. Это как природная электричка даже, а не в метро. Купили билетики за 4,40 в одну сторону на человека. Там такие красненькие автоматики. Фиг пойми, что там написано, пока мы разобрались. Ну, как-то разобрались. И спустились, ждем нашего поезда. Не знаем, правильно мы едем или мы неправильно едем. Но куда-то мы едем, короче, за 4,40 человек. Фальшивик. Фальшивик. Электричка русский электричек, только на европейский монет. И тут собирают евро. А у нас нет. Очень сложно. Карточку можно взлететь? Или рублями. Приехали мы на электричке в Вену. По-моему, это центр, как нам сказали, но не похоже на центр. Короче, первое впечатление. Это нижнее прицентровье Вены. Да. Первое впечатление. Тут столько турков. Мы предполагаем, что центр где-то там. Поэтому мы сейчас пойдем туда. Взяли воду в магазине за 25 евро. 25 евро? Вот это да, очень дорого. Но я взял 25 центров. Потому что у нас санкции по отношению к нас. Все, идем в центр Вены. Перед нами колонна с лошадками. А наверху какой-то мужик. А непонятно, что это мужик. Пару слов о европейской зиме. Европейская зима примерно равна нашей... Весне, поздней. Или раннему лету. Да. Питерскому раннему. Что обозначает эта скульптура? Мужчина незатейливо показывает женщине голубей. Говоря, смотри, женщина, там голуби. Женщина задумчиво смотрит на ларечек, что там, с пивом, с пончиками. Она, как всегда, хочет есть. Ребенок... Битушон! Ребенок просто с тленом в глазах. У него жизнь вся тлен. И бедные три чела, которые все это держат, по их выражению лица можно сказать, что они вообще еще больше в тлене, чем этот ребенок. Вот такая незамысловатая скульптура. Мы находимся в соборе Стефана или Штефан-дом. Штефан-дом! По-немецки. Очень нетипичная такая, да, архитектура готическая. Типичный католический собор. Но он красивый. Так, медленно. Сносит вообще с ног. Сносит с ног. А нас не сносит. Если бы не было ветра, было бы хорошо. А так... Есть ветер и плохо. Да. Мы только что вышли из метро, в котором как бомжики покушали. Зато там тепло, и есть скамеечки. Сейчас мы идем к... На вершину. На вершину, да. Мы гуляем уже порядка пяти часов. Ножки устали, ручки устали. Остряй! Маша тоже устал. Но мы продолжаем мужественно ходить везде. Сейчас еще что-нибудь посмотрим, и, наверное, уже поедем на работу. Наступил второй день нашего путешествия. Мы сидим в самолете австрийских авиалиний и летим в Париж. А из Парижа мы уже в Мехико полетели. И эту ночь мы провели в аэропорту Вены. Потому что мы зажмут тебе деньги за этой. Короче, вот. Очень сложная ночь. Мы прилетели во Францию, в Шар-де-Боль. Очень большой аэропорт, как видите, по терминалу. С вашим Кулковым сравнится, как мини какой-то городочек. Сейчас мы идем... О-о-о-о-о-о-о-о-о! Я пытался показать, но у меня ничего не получилось. Сейчас мы идем в другой терминал, чтобы сдать багаж. Наконец-то зачекинуться на Мехико. А багаж мы получали, потому что многие пишут, что в этом аэропорту часто просирают багаж. Поэтому мы решили перестраховаться, так как у нас рейс пересадочный, мы ничего на регистрации сказали, что мы заберем сами свой багаж. Я сказала, ну ладно, окей. Но мы забрали, сейчас его раздадим. Ну, да, перестраховались. Только что мы прошли паспортный контроль в Шар-де-Голь. Мы боялись... Паспортный контроль в Шар-де-Голь, ёл! Электронное разрешение, которое требуется гражданам России для того, чтобы поехать в Мексику, выдается только тем гражданам... Электронное разрешение выдается только тем гражданам России, которые родились на территории России. А Братюня родился на территории Казахстана современного, хотя у него паспорт российский и гражданство российское. Мы боялись, что нас не пропустят, что они к этому придерутся. Но нет, им вообще наплевать. И, кстати, аэропорт действительно большой. Чтобы поехать к нашему выходу, нужно сесть в поезд. Очень интересно будет. Может быть, он в другую сторону едет? Даже об этом подумал. Ну нет, конечно. Лететь нам до Мексики надо будет 12 часов. Очень тщательно проверяют багаж, упаковывают его в различные пленочки. Так что... Жвачку жуешь ты? Что еще делать-то? Все? Видите в жопу с малютом? Да. Огромный, очень, двухэтажный. Двухэтажный? Двухэтажный сам малют. Ебут, двухэтажный. Ну, мы же, конечно, двухэтажный. Там бизнес-классы поднем. Мы летели в 12 часов. Двенадцать. Мы летели, летели, и, наконец, прилетели. Нам осталось включить багаж. И главный вопрос сегодняшнего дня – дать ли нам машину. Потому что наш друг поехал в Мексику и сказал, что челы бронировали машину, а им не дали. Не дали то, что не даже ваучить. Потому что они не платили онлайн. Мы тоже не платили онлайн. Но, что же, если ваучили, мы надеемся, что они тоже не платили. А если нам придется убрать машину без брони, то это примерно 90 тысяч. Ага. Так что мы изрядно лыжанем. Так что, наконец-то, боже мой, мы двое суток летелись. Двое суток. Ужас. Мы приехали в Мексику. Должны были получить нашу зарезервированную машину. Мы ее зарезервировали несколько месяцев назад. Мы онлайн зачекинились. Приехали сюда. И первое знакомство с Мексикой оказалось крайне отрицательным. Потому что мы подошли на стойку регистрации, а нам сказали, ой, извините, машин нет. Мы говорим, как нет, у нас есть резервейшн. Да, резервейшн есть, а машин нет. Сори. А что мне его сорить? Пошелись. Недовольна я вообще. Мы прошлись по всем рентокарам. Тикс, Алис, Баджет и так далее. И у кого нет машины. То есть, как бы, мы такие все спланировали на машине. И изрядно соснулись. Короче, что мы сделали? Мы решили, что надо взять такси, поехать в наш отель. Завтра опять приехать в аэропорт. Потому что чел из Аламы сказал, что, возможно, завтра будет машина. Не только в аэропорт, мы и в городе завтра объедем, посмотрим. Поэтому здесь первое впечатление, никто не говорит по-английски. Все мучиливо вам что-то жестами показывают. Все пытаются с тобой говорить на испанском. И делают округленные глаза, когда ты говоришь. Типа, я не понимаю, точно, на ком параметре живет. Что? Ее нова была испанила, женщина, господи Иисусе. Короче, ой. Типец, реально. То ли плакать, то ли смеяться. Не знаю, если завтра не будет машина, я вот, честно, не представляю, что это. Смотри, слушайте. Вот первый год из нашей как-то вот Мексико-стрелительной. Слушай, ты не читал владелец принта? Не знаю.